Что такое порядок числа, вы помнили? Как ни странно, само представление о том, что у числа есть порядок, в высшей степени важно. Большое количество задач при теории чисел, что называется, легко решаются, если знать, что такой порядок есть, и, ну, не решаются по-другому. Задача. Если А в четвертой стечени плюс А в кубе плюс А в квадрате плюс А плюс 1 делится на простой число В, то В равно 5, ну, армия целой число. Или В минус 1 делится на В. Ну, на первый взгляд, достаточно трудно жить. Потому что не очень понятно, что вы можете сказать, потому что число В минус 1, почему это должно делиться. Но давайте подумаем. Давайте подумаем. Может ли так быть, что число А делится на В? На самом деле нет. Потому что если А делится на В, и вот это делится на В, то есть если все делят на В, то есть если единица делится, то есть если единица делится, то это не бывает противоречия. То есть касатель А на В не делится. Отлично. Значит, у числа А есть что? Порядок. Есть какое-то число, обладающее следующим свойством. А в степени К сравнимо с единицей по мудрю П. А предыдущее, меньшее в степени, не дает остаток единицы. Замечательно. А теперь смотрите. Домножаю вот это число на А минус 1. И получаю равенство. Получаю равенство. Если второй множитель у нас делится на В, то значит и произведение делится. Таким образом, А в пятую степень это единица по мудрю. Ребята, если А в пятую степень это единица, и при этом порядок числа равен К, то есть два варианта. Либо К равен единице, либо К равняется... Я еще это не сформулил, я вам помню, знаете, пойму. Когда вы ходите по циклу, то возвращаясь в начало, вы в точности сделав полный оборот. Поэтому А в степени К, А в степени 2, К в степени 3, К и так далее, это все конечно единицы. А в степени минус К, А в степени минус 2, К. А другие нет. Когда вы походите в степень, не деляющуюся на порядок, то вы не получаете единицу. Так вот, если А в пятую это единица, то в таком случае К это либо 1, либо 5. Вот если К это единица, то получается, что число А дает остаток А1. То есть, А дает остаток А1, то все эти числа тоже дает остаток А1. Значит, 5 делится на П, а это как раз первый случай К равен 5. Если же К равен 5, то вспоминаем нашу теорему. П минус 1 делится на К. В данном случае К равен 5, лишь П минус 1 делится на 5. Вот и как я уверяю вас, без понятия порядка, вы будете сдачу больше. Спасибо. Спасибо.